Ну а напоследок на Красную площадь. Там, в самом центре Москвы и всей России, сегодня открылся сразу и всероссийский, и даже всемирный книжный фестиваль «Смотр новой литературы». О том, что нового не только почитать, но и посмотреть, и послушать наш Дмитрий Хрусталёв. Здесь особая аура. Здесь чудаки собираются со всей России, понимаете? Которые любят книгу, которые ценят книгу, понимают. И с каждым годом таких чудаков на Красной площади становится всё больше и больше. Ажиотаж такой, что фестиваль продлится уже рекордные шесть дней. Пришёл сюда пустым, а уезжаю с большим рюкзаком. 400 издательств из 52 регионов России, от Дальнего Востока до Крыма. От классики и новинок до редких изданий, которых в столичных магазинах не найти. Церковно-исторический атлас Вологодской гепархии. Подробные сведения о дате построения этих храмов и о их престолах. Для любителей истории специализированный павильон номер один. Презентация за презентацией. От книги про жизнь святого Василия Блаженного до издания о легендарных разведчиках. История есть у всего. История есть у наших любимых праздников. Конечно, здесь мы будем говорить и о серьёзных исторических проблемах. На прилавках детского павильона старые добрые сказки, а ещё уроки рисования и театральные мастер-классы. Какую ты книжку хочешь? Про царевную лягушку. Дети и на главной сцене фестиваля. Юные победители конкурса читают стихи об истории России. Сублокально. Страшная повесть. Здесь же на главной сцене и торжественная церемония открытия. В День защиты детей у строителей фестиваля пригласили выступить участника проекта «Синяя птица» и 16-летнего Ивана Бессонова, победителя конкурса «Молодых музыкантов Евровидения-2019». На меня очень большое впечатление произвела книжка «Над пропастью воржи». На самом деле я уверен, у меня всё будет в жизни меняться, будут появляться какие-то новые писатели. Этническая музыка и в новом павильоне регионы России книги. На башкирском языке здесь гармонично сочетались с мифами и легендами удмуртского народа. У русского народа свои герои, блин, там не мифов, а у нас немножечко другие. Хотя и богатыри, и на удмуртском батарьёс — это одно и то же. Конечно, каждый книжный фестиваль на Красной площади — это возможность долгожданной встречи. Вот Алексей Иванов отвечает на вопросы читателей. Сейчас между писателем и читателем гораздо меньшая дистанция. Писатель поэтому должен помнить, что он не инженер человеческих душ и не вершитель судеб, а он интересный собеседник. А Александра Маринина сейчас активно работает над новым романом. Это детектив, это Каменская, это то, что можно назвать аналитическим детективом. Там очень мало что происходит и очень много о чём думается. Эдвард Родзинский на фестивале представил свою последнюю книгу об истории шести русских правительниц. Века прошли, прежде чем впервые в России женщина-правительница Софья правила стороной. Я был абсолютно упоён, захвачен этими дамами и, признаюсь, во всех них влюблён. Из новшеств этого года открытие лектории — лобное место, созданное для популяризации научных знаний. Здесь ведущий учёный познакомит гостей с новинками в самых различных областях. Среди новинок в фестивале в этом году более 20 бесплатных тематических экскурсий и квестов. Проведут их столичные библиотекари и научные сотрудники. Любой желающий сможет узнать об истории кремлёвских башен, а также прогуляться по улицам города, где когда-то любили бывать Ахматова и Цветаева, и даже заглянуть в дом-музей Островского и Льва Толстого. Помимо книг на Красной площади, посетителей ждёт множество мастер-классов, интерактивных программ, спектаклей и разнообразных лекций. Я, к сожалению, последние 7 лет не имею возможности общаться с читателями, как было всегда. Вот раз в год, пользуясь поводом, сюда прихожу. Даже в век интернета люди идут, смотрят и продолжают пополнять семейные библиотеки. Дмитрий Хрусталёв, Екатерина Фрауова, Игорь Никулин, Олег Сокольчук и Полина Музалькова. Вести в субботу. Москва.